Весной я показал интересный рецепт уловистой рыболовной насадки под названием каразябра. Но у многих гостей канала и подписчиков возникла проблемка, не знали они где найти в это время дыню. Об этом, признаюсь честно, я не подумал, так как у меня была в холодильнике заморожена, а у многих гостей и подписчиков такого не оказалось. Можно было, конечно, купить в рыболовном магазине ароматизатор дыня, их там полно. Также в продуктовых магазинах продаются пищевые ароматизаторы с запахом дыни. Кстати, в этом году был приятно удивлен, когда увидел и прикормка уже продается с ароматом дыни. Но подписчики хотели проверить именно этот рецепт, который показал я с настоящей дыней. И вот наступила осень, теперь дыню найти можно без проблем. По этому поводу хотел бы напомнить для вас этот интересный рецепт уловистой рыболовной насадки. Для приготовления каразябры нам понадобится дыня. Я купил торпеду, дыню я, конечно, съел. А вот эти вот семочки, которые внутри, они, кстати, отлично оттуда вырезаются. Я оставил для приготовления этой насадки. Мне понадобилось около 100 грамм семян дыни. Сложил я их вот в такую емкость и добавил туда пчелиный вкуснейший сладкий мед. Достаточно одной чайной ложки. Мед, конечно же, прилипает к ложке и надо постараться его отколупать. Но мне это удалось. Я думаю, и вы без труда с этим делом справитесь. Вот такая вот получилась консистенция. Мед и семочки от дыни. Берем блендер, немножко вот так прижимаем это все дело. Пожмякали, пожмякали. И сюда же теперь добавляем на мою вот эту вот порцию достаточно 30 грамм воды. Теперь это все дело блендером взбиваем до однородного состояния, чтобы получилась такая вот однородная масса. Буквально через минуту наши семочки с медом превращаются вот в такую вот кашицу, которую мы переливаем в отдельную посудину. Количество берем то, которое нам понадобится для приготовления насадочки. Я на рыбалку еду один, так что мне много этой насадки не надо. Оставшуюся жидкость я добавлю в свою рыболовную прикормочку. Она будет работать как ароматизатор и отлично собирать рыбу. Теперь нам понадобится манка. И засыпаем примерно 50% манки на нашу вот эту получившуюся смесь. То бишь 100 грамм смеси, 50 грамм манки. И все это дело тщательно берем ложку, перемешиваем. Должна получиться такая вот кашица, похожая чуть гуще сметаны. Хорошенько помешали. Если получилась она гуще, добавили нашей еще жидкой вот этой дыни с медом. Если она получилась как надо, значит ставим ее в микроволновочку. Таймер 1 минута. И наблюдаем. Через 20 секунд я проверяю. Смотрю какая получилась консистенция. Если еще жидкая, значит ставим еще раз в микроволновочку. И повторяем ту же процедуру. Буквально через еще 20 секунд проверяю. И смотрю, если она уже получилась густая, значит она готова. Достаем ее с микроволновочки и даем ей остыть. Если на глаз определить не получается, можно взять ложечку и немножко помешать посмотреть. Да, она уже получилась густая, значит дошла до нужной консистенции. Все, оставляем ее, даем ей остыть. Чтобы быстрее остыла, я вынимаю ее в тарелочку. Здесь она гораздо быстрее остынет. И мы можем делать нашу насадку дальше. Прошло буквально 10 минут. Берем нашу каразябру и проверяем, как она у нас лепится, мнется. Берем руками и начинаем, как обычное тесто, замешивать ее. Она получается очень мягкая, как пластилин. Буквально минуты-полторы нам будет достаточно вот так вот ее помешать. И проверяем, как катаются шарики. Если они катаются замечательно, значит вы все сделали верно. И насадка получилась. Каразябра готова. Смотрите, какой у нее шикарный желтый цвет. Обалденно рыба на этот цвет реагирует. И запах от нее идет. Просто не устоять. Ложим нашу каразябру в баночку. Или если вы сразу собираетесь на рыбалку в пакетик. Едем на водоем. Вот такая вот насадка каразябра. Кому понравилось, ставим палец вверх. Подписываемся на канал, кто не подписан. Пишем комментарии. И до скорых встреч на реках и озерах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok